Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим три сильнейших билда на Разбойницу в пятом сезоне Diablo 4. И неожиданно билд на навыке Пронзатель Сердец Hardseeker у нас вырывается в топ благодаря стримеру и создателю билда в Диоксиду. Его сборочку мы подробно и рассмотрим. Итак, со следующего сезона многое изменилось. Был страшно кастрирован Victimize из-за этой ключевой пассивки. И раньше наш урон увосьмерялся. Теперь, к сожалению, после фикса она перестала учитывать некоторые мультипликаторы урона. Если раньше она дважды применяла мультипликаторы, то теперь она даже однократно многие мультипликаторы урона не принимает. В результате, после тестирования, игроки пришли к выводу о необходимости замены ключевой пассивки для этого билда. И была выбрана пассивка Close Quotters Combat, ближний бой, которая дает вам 2 15% бонуса к скорости атаки, которые идут в разные корзины капов скорости атаки, что крайне полезно. И мультипликатор, который позволяет вам накапливать на вещах за счет закалок урон по врагам с эффектами контроля и превращать его затем в мультипликативный бонус. Мы можем при помощи грамотной прокачки парагонов и закалки на вещах набрать где-то 700% данного параметра урон по врагам с эффектами контроля. И вроде как будет здорово, поскольку мы получим от этого 70% мультипликатора урона, но не тут-то было. Как только вы начинаете сражаться с каким-то боссом, то ваш аддитив урон по врагам с эффектами контроля на босса в принципе не действует до тех пор, пока он в стаггер не упадет. И, к сожалению, из-за этого урон радикально падает, поскольку аддитивного урона у такой разбойницы довольно мало. Вот тут большой аддитивный урон разве что по уязвимым противникам, и то 170% это совсем немножко. Поэтому если вы из своей корзины, в которой 1000 аддитива теряете сразу 700%, ну вы понимаете, что урон у вас на 70% по боссу падает, это очень заметно, и герой будет суперслабым. Так вот, для того, чтобы этот недостаток билда скомпенсировать, игроки нашли решение, и они ставят закалку урон за каждую тень. Damage per dark shroud shadow. И пытаются добиться, чтобы криты мастерворка сработали в данный параметр. Поскольку теней вокруг нас крутится всегда 5, если на какую-то секунду с нас сбивают одну тень, она тут же мгновенно восстанавливается обратно, благодаря аспекту умбрауз, который стоит в штанах. Так вот, вот эти 214%, которые вы видите, выделены желтым, они по факту являются более чем 1000%, поскольку это все умножается на 5 теней. То есть 1000% к урону здесь. Здесь еще 120 умноженное на 5, это 600% к урону. Здесь еще 80 умноженное на 5, 400% к урону. Здесь 80 умноженное на 5, 400% к урону. Ну вы понимаете, то есть у нас набирается конское количество аддитивов, и мы жертвуем определенным количеством мультипликатива совершенно сознательно. Мы не берем этот самый урон по врагам с эффектами контроля ни на одной шмотке. И вот эти вот 26% набираются исключительно благодаря доскам парагона, где у нас тоже есть урон по врагам с эффектами контроля. Ну, например, прокачка полностью глифа контрол и подключение интеллекта в радиусе даст нам 101%. Довольно очевидной находкой является сочетание меча Веротиеля с кольцом беззвездных небес. Здесь все достаточно просто. У вас утраивается урон от хардсикера, если вы носите меч Веротиеля. Однако начинается конский расход вашего ресурса, энергии. И чтобы это скомпенсировать, нам обязательно нужен уберуникальный предмет кольцо беззвездных небес, которое вдвое снизит расход ресурса. Если вам интересно, что делать в случае отсутствия кольца беззвездных небес, вот собрать себе такое легендарное колечко, например, Диоксид предлагает нам в своем билде решать проблему с энергией при помощи закалок на пассивку Иннервейшн. Вот эта пассивочка может быть наролена на левом-правом кольце и амулете. Всего мы получаем плюс 9 к навыку Иннервейшн. И в результате у нас лаки-хит с шансом 100% восполняет 8 единиц энергии. Поскольку базовый лаки-хит на хардсикере составляет 50%, то это означает 100% умноженное на 0.5, 50% шанс восстановить 8 энергии. Поскольку у нас все выстрелы хардсикером двойные, благодаря используемой закалке на нашем луке хардсикер стреляет дважды, то таким образом мы восполняем в 100% случаев 8 единиц энергии. Дальше начинаются вещи еще более запутанные и неочевидные. Перчатки по Ингорджер выбираются не только из-за крутейших статов. Можно здесь сделать себе аж плюс 10 к базовым умениям. Соответственно, хардсикер будет совершенно безумного уровня. Но здесь важно также и уникальное свойство. Как мы добиваемся выполнения данного условия? Давайте это внимательно прочтем. Когда базовая атака повреждает отмеченного врага, ваш базовый скилл наносит урон эхом по всем помеченным противникам, нанося урон мультипликативно увеличенный на 200%. Вы помечаете противников, нанося им урон небазовым скиллом. И каким же образом мы можем противников продамажить небазовым скиллом? Во-первых, колючки наносят урон, их можно бросить. Во-вторых, что более существенно, здесь используется ловушка смерти, дефтрап, которая тоже наносит урон. И все тики, то есть моменты нанесения урона этими умениями, они засчитываются и приводят к срабатыванию бонуса от перчаток, которые мультипликативно утраивают урон вашего хардсикера, что супер круто. Остается дело за малым. Как-то сделать так, чтобы наша ловушка смерти применялась не с отвратительным кулдауном 50 секунд, а намного чаще. В этом нам помогает узел на самой ловушке смерти, когда она убивает врага, кулдаун снижен на 12 секунд. Кроме того, мы используем специализацию подготовка, препарейшн, и когда вы тратите каждые 75 энергии, то кулдаун вашей трапы уменьшается на 5 секунд, что тоже очень ценно. Шака в билде не используется, хотя, казалось бы, взять сюда 40 с копейками процентов уменьшения кулдаунов было бы очень здорово. И причина заключается в том, что вот этот, на первый взгляд, невзрачный шлем клобок безымянного, Cowl of the Nameless, дает нам совершенно чудовищные бонусы к одной не очень приглядной новой пассивке, Трик Атакс. Как вы можете видеть, при полной раскачке шляпы, эта пассивка даст вам вплоть до 120% критического шанса и мультипликативного критического урона. Проблема заключается лишь в том, что работать будут эти приколы только на обычных монстров. На боссе вы получите бонус только после срабатывания стагера. В результате бои с боссами очень сильно напоминают бои в прошлом сезоне, где мы жили от стагера к стагеру, и именно в момент, когда босс теряет над собой контроль, наносили ему весь урон. Вы можете заменить клобок безымянного на Харликенс Крест, если она у вас есть, тогда еще проще будет откатывать дефтрапу, но тот урон, который вы получите за плюс 4 к всем умениям от Шака, он не будет столь же существенным, как те бонусы, которые вы получаете за Cowl of the Nameless. Это, во-первых, мультипликатор, каждый раз, когда вы пьете эликсир, и, помимо этого, мультипликатор, каждый раз, когда вы вводите врагов в состояние головокружения или оглушения. Прочий предмет, используемый в билде, это доспех Тираэля. Он нужен для повышения выживаемости в самом сложном контенте, поскольку урона у этого билда хоть отбавляя, вот выживаемость всегда нужна. Пока у вас нет Тираэля, вы можете носить или вот такой легендарный доспех, который на 20% уменьшит урон после выстрелов хардсикером, в течение 7 секунд будет действовать баф, либо вы можете взять пелену Гондураса, которая, на мой взгляд, является одним из самых удобных доспехов в игре, поскольку позволяет группировать монстров каждый раз, когда вы нажимаете на кувырок. И, конечно, пелена Гондураса будет очень хорошо сочетаться с легендарными ботинками, свойственно которых будет атаки, восполняет кулдаун кувырка. Аспект я бы выбрал для таких ботинок Frostbitten, хотя можно носить и метаморфозу, если вам понадобится дополнительная мобильность. Frostbitten, в свою очередь, поднимет урон по противнику на 25%, что существенно ускорит разборку обычных врагов и против боссов тоже поможет, когда они падают в стаггер. В конечной версии автор этого билда рекомендует нам использовать ботинки Penitent Graves, которые на 25% мультипликативно увеличивают урон не только по замороженным, но и по слегка охлажденным врагам. А полностью замороженный считается в том числе и охлажденным, поэтому бонус вы не потеряете после того, как враг будет полностью заморожен. Кроме того, здесь есть очень интересное свойство Chill Slow Potency, которое приводит к тому, что слегка замороженные враги начинают настолько медленно двигаться, что не в состоянии до вас дотянуться и ударить. То есть повышается безопасность игры на этом билде. В двух важнейших слотах, двойном слоте лука и полуторном слоте амулета, используются аспекты, которые максимально повышают урон базовых атак, поскольку Heartseeker — это базовая атака. Здесь стоит Moonrise, здесь стоит Adaptability. Из пассивок вы можете выбирать Fregid Vines, Weapon Mastery, Malice и Exploit. Вот эти четыре пассивки больше всего дадут вам урона. Выбирайте то, что вам удалось наролить на амулете. Очень важно использовать новый аспект Cold Clip, который делает так, что все ваши выстрелы Heartseeker считаются заряженными насыщением холода. Это приводит к тому, что вы вместо физического урона начинаете наносить урон холодом противнику. Кроме этого, вы автоматически накладываете на него уязвимость Лакихи Дом 40%. В результате вам не нужно использовать ни аспект Проклятого Касания, ни даже стат наложения уязвимости на одном из ваших колец освобождается место. И помимо этого, вы получаете мультипликатор урона 40% по замороженным противникам, 20% урона по врагам с любыми эффектами контроля. И еще у вас начинает стабильно срабатывать пассивка Fregid Vines, которая тоже может дать вам овер дофига урона, в зависимости от того, насколько у вас она прокачена на амулете. Последний аспект используемой в билде Conceited. Он повышает урон при условии, что на вас есть барьер. Да, теперь у разбойника есть барьеры благодаря новой пассивке, новой старой пассивке Второе Дыхание, Second Wind. Вы можете натянуть на себя хреновую тучу барьеров. Все, что вам для этого нужно делать, просто стрелять и тратить энергию, поскольку с осколком Веротиеля Хардсикер энергию тратит. Барьеры на вас стабильно надеваются. И уровень этого умения Второе Дыхание существенно повышен, благодаря закалкам, которые вы можете сделать на вашем защитном снаряжении. То есть это легендарные штаны, легендарные курски, легендарные шляпы. Но здесь в финальном варианте используются только легендарные штаны. Про ключевой для билда аспект Умбраус я уже говорил. За счет него вы генерируете хреновую тонну теней, которые вас защищают. Новое правило пятого сезона гласит то, что монстры не имеют права снимать с вас тени чаще, чем каждые полторы секунды. В результате на разбойнике всегда крутится от 4 до 5 теней, которые дают просто конскую защиту от повреждений. Если вам интересно, что даст вам большую защиту от повреждений, доспех Тираэля или, например, пелена Гондураса, или аналогичный ей легендарный доспех со свойством плюс 8 к завесе теней Даркшраут, то я это посчитал. В случае, если вы носите Тираэль, по вашему герою проходит 31% урона. Если вы носите легендарный доспех или пелену Гондураса с полной раскачкой, то по вам проходит 36% урона. И это без учета сопротивляемости ко всем стихиям, которые есть на Тираэля. То есть этот доспех действительно серьезно повышает вашу выживаемость, даже по сравнению с профессиональными доспехами гласа. Там болванки стоимостью несколько миллиардов не будут столь же эффективны, как Тираэль Майт в уменьшении урона по вам. Вспомогательные навыки, используемые в билде, это Дымовая шашка, 25% мультипликатор урона по всем врагам. Это Калтропы. Калтропы нам дают мультипликатор урона 45% по всем врагам, которые находятся в зоне их действия. И помимо этого вы можете при помощи Калтропов накладывать заморозку на противников, что дает вам бонус от ваших ботинок и урон повышается. Либо вы можете выбрать узел на повышение критического шанса, пока, скажем, вы плохо одеты, у вас низкий критический шанс. Рывочек используется для мобильности и повышения критического шанса. Я рекомендую вам, если вы используете аспект Retribution, например, у вас не очень хорошее снаряжение, нет кольца без звездных небес, и стоит этот аспект. Я бы настоятельно рекомендовал выбрать другой узел на рывке, который будет автоматически сбивать врагов с ног, чтобы у вас немедленно включался бонус урона от аспекта Retribution. Что касается Shadow Step, то самое главное иметь очень короткий кулдаун этого умения. Оно позволяет нам выходить из заморозки, оглушений и прочих негативных состояний, поэтому мы выбираем тот узел, который позволяет снизить кулдаун. А поскольку в распределении очков в билде Диоксида почти все ушло в пассивки на урон, такие как Weapon Mastery, Malice, Exploit, Frigate Finance, ему не хватило очков на защитные пассивки, и вы видите, что в этих защитных пассивках, которые лечат и уменьшают урон вблизи, у него лежит всего лишь по одному очку. Если вы, скажем, играете на хардкоре, вы можете перераспределить пассивки из дамажных в те, которые отвечают за выживаемость. У нас полностью раскачивается умение хардсикер, пронзатель сердец, и выбирается узел на рикошеты, поскольку за счет этого мы достигаем большего урона как по толпе, так и по боссам. Давайте я покажу вам фрагмент стрима Диоксида, где он своим билдом на хардсикере проходит финальных боссов на восьмом тире Орд. Мне кажется, это важным, поскольку это основной контент, которым сейчас занимаются люди, и скорость убийства консулов, самых крепких противников этой активности, позволяет неплохо оценивать потенциал билда в целом, насколько он хорош. Имейте в виду, что хардсикер — это билд с хорошим уроном по области, поскольку перчатки по энгорджеру отвечают у нас со взрывы. Если раньше взрывы нам давала ключевая пассивка Victimize, то теперь вот эти вот срабатывания урона по области происходят благодаря перчаткам. Помимо этого, ваша ловушка стягивает врагов, за счет чего вы имеете возможность более эффективно наносить урон по толпе. И, как вы видите, примерно 20 секунд требуется для убийства каждого консула. Когда удачно прокает стаггер, то начинает с безумной скоростью наноситься урон, и здоровье босса просто моментально за один стаггер улетает. Вот сейчас Измаил упадет в стаггер, и с ним произойдет неприятность. Да, прибегают самоубийцы, но они не в состоянии помешать Диоксиду, и, как вы видите, менее чем за минуту игрок благополучно расправляется с консулами. Следующий билд, о котором мы потолкуем, это ядовитый билд на антериэль визаже с основным навыком Barrage. И мы будем использовать гайд Mipi в качестве образца, однако сейчас я показываю видео, где играет не Mipi, а китайский товарищ, который делает эту же самую задачу быстрее в данном билде. Он убивает консулов примерно за 50 секунд в этом видео, что тоже более чем достойный результат. Здесь используется насыщение атак ядом, ловушка смерти, ядовитая ловушка, и самое главное, бараж приводит к прокам ядовитых взрывов от шлема антериэль визаж. Большая часть урона идет именно со шлема. Можно сказать, что это билд, который наносит урон в первую очередь вещью, а не своими умениями. Хотя, конечно, умения играют здесь тоже важную роль, поэтому мы подробно разберем все детали билда. Так же, как предыдущий билд на Хардсикере, Mipi использует пассивку на ближний бой, Клосс Коттер Комбат, чтобы получить увеличение скорости атаки и мультипликаторы урона. Точно так же применяется ловушка смерти для того, чтобы группировать врагов, и специализация подготовка для обнуления кулдауна на ловушку. Насыщение ядом берется в билде по двум причинам. Во-первых, оно генерирует вам энергию. Во-вторых, оно работает вместе с легендарным узлом парагона, который называется Eldritch Bounty. Он увеличивает на 20% ваш урон ядом, но для этого вам необходимо атаковать навыком, который будет насыщен ядом, чтобы получить этот 20% бонус, увеличивающий мультипликативно ваш урон. Просто так, если вы будете стрелять баражем, у вас будет наноситься урон ядом от шляпы Андриэль Визаж, но поскольку насыщения ядом не будет, то этого бонуса вы не получите. Так что насыщение ядом строго в билде необходимо. Также, благодаря тому, что все атаки ядовитые, игрок получает возможность поставить свой амулет пассивку Alchemical Advantage, прокачать ее, и в результате 45% увеличения скорости атаки и удачного удара он получит, что значительно упростит игру. Поначалу у вас может не быть второго уберуникального предмета, а именно кольца без звездных небес, и вам нужно будет как-то решать вопрос с восстановлением энергии. В этом очень хорошо поможет аспект Starlight, который конвертирует здоровье, которым вас снабжает регулярно Андриэль Визаж, благодаря свойству Life on Hit, здоровье при ударе. И вот это здоровье конвертируется в энергию, стремительно при помощи этого аспекта, поэтому вы не высыхаете и не остаетесь без энергии. В конечном итоге, конечно, вы будете использовать кольцо без звездных небес, поскольку, помимо прочего, оно также существенно повысит ваш шанс удачного удара. Итак, основной урон наносится при помощи шляпы Андриэль Визаж, и наша задача как можно чаще вызывать срабатывание яда. Для этого нам необходимо иметь космически запредельно высокую скорость атаки и такой же запредельно высокий шанс удачного удара. А в этом нам помогут перчатки Кулаки Судьбы. И желательно приобрести или найти эти перчатки с великим аффиксом на удачный удар, и потом его еще полностью обработать, полностью прокачать у кузнеца. За счет этого ваш удачный удар более чем удвоится, соответственно, удвоится частота возникновения ядовитых вот этих вот волн, poison-нов, которыми вы и убиваете противников. Доспех Тироэль Май также носится для повышения живучести, точно такие же штаны Умбраус, как были в предыдущей сборке для обеспечения живучести персонажа. Интересное решение предложено здесь на первых порах, пока у вас нет Тироэльки, носить аспект Эншраудинг, который дополнительно дает 4% уменьшения урона на каждую тень. Таким образом, если вы подобный аспект носите, и он действительно настолько круто у вас будет прокачан, то весь урон по вашей распойнице будет уменьшаться аж на 84%. То есть, имея в районе 30 тысяч здоровья, вы себя будете чувствовать комфортнее, чем Барб, имеющий 100 тысяч здоровья. В ботинках используется аспект Noxious Eyes, который на 35% повысит урон ядом по слегка охлажденным противникам. Шанс на заморозку противника вы ставите или в штаны закалкой, или в ботинки закалкой. И, собственно, за счет этого врагов и охлаждаете. В этом билде используется легендарный, не уникальный лук. И в этот лук устанавливается новый аспект ползучей смерти, Creeping Death, который дает вам мультипликатор урона 40% за каждый эффект контроля, который вам удалось навесить на цель. Вы имеете два слота под конкретные эффекты контроля на ботинках и на ваших штанах. Помимо этого, ваши атаки сами по себе могут вызывать оглушение противников, если вы выпьете эликсир в присутствии каких-то целей, или если вы сделаете на них Shadow Step, обе эти вещи вызывают оглушение. Но самый главный источник эффектов контроля — это, конечно же, перчатки и кулаки судьбы, которые могут навесить пять различных эффектов контроля, и за каждый из пяти вы получите отдельный сепаратный мультипликатор на 40%. То есть в продолжительном сражении это более чем х200 всего урона. Но по боссам, находящимся в состоянии стайкера, ваш мультипликатор будет составлять только х80 урона. В эмулете применяется аспект Brunching Wallis, который с шансом 90% при выстрелах баражем приводит к тому, что стрела раздваивается и рикошетит. И помимо этого, урон от стрел, которые разлетаются рикошетом, повышается на 120%. Аспект High Velocity позволяет вашему баражу протыкать насквозь врагов и повышает его скорость атаки, что крайне ценно в ситуации, где нам нужно убивать большие толпы монстров. Аспект Bursting Venoms используется для того, чтобы у вас было бесконечное насыщение ядом. За счет того, что этот аспект у вас есть, появляется вот эта самая лужа ядов, в которой вы можете стоять и прижимать насыщение ядом без фуллдауна, за счет чего вы получаете энергию и повышается ваш урон. И, наконец, тут используется уникальный кинжал Umbra Crux, который сейчас реально выбить только в сундуках в инфернальных хордах. Он позволяет вам эффективно уничтожать боссов. Вы ставите тотем, начинаете наяривать по этому тотему баражем, и боссы умирают значительно быстрее, чем если бы вы просто долбили по боссу. Я не вполне уверен, что эта вещь корректно работает. По идее, она должна только на 20% повышать ваш урон, но результат чаще всего достаточно сокрушительный для боссов, и их здоровье моментально улетает. Если в стартовом варианте автор гайда Миппи советует нам использовать ловушку смерти для группировки монстров, то в конечном варианте для максимального урона нам советуют использовать ультимейт Shadow Clone, который, собственно, будет копировать какую-то часть действий вашего персонажа. И также я отмечу, что навык бараж практически не прокачивается. В него вкладывается только одно очко, поскольку бараж — это всего лишь триггер. Задача баража — доставить яд от Андриэль Визажа до цели. Никто не пытается убивать врага при помощи физического урона баража. Из защитных пассивок раскачивается та, которая дает 18% уменьшение урона, шанс на уклонение — 12% бонусный, естественно, Малис и Эксплойт. Самые жирные бонусы к нашему урону, естественно, Фригит Файнос, поскольку нам есть чем замораживать противников. И здесь выбирается узел на повышение критического шанса, когда вокруг вас вращаются тени, то есть всегда. Если вам интересно, для чего ядовитая ловушка, то это еще дополнительный 15% мультипликатор урона. Вместе с гранатой, которая дает 25% мультипликатор урона, это все неплохо работает и позволяет вам быстрее убивать врагов. Вместо ловушки с таким же успехом вы можете использовать колючки, тем более здесь мультипликатор даже больше — 45%. В общей сложности вам необходимо набрать 100% шанс на удвоение каста барража. На арбалете вы можете получить 77%, это перфектный ролл, и 3 мастерворка, которые точно попали туда. И на втором хинжале вы можете получить тоже до 25% этого свойства, и вам не понадобится в таком случае вкладывать туда мастерворки. Также для того, чтобы не падал урон по боссам, выбирается закалка урон за каждую тень. Damage per Dark Shroud Shadow, так же, как и в предыдущем билде, мы не берем урон по врагам с эффектами контроля, чтобы не оставаться без аддитивных бонусов к повреждениям до тех пор, пока босс не свалится в стаггер. Критический урон нам был бы здесь бесполезен. Урон по уиспимым противникам был бы полезен, но он имеет меньшее значение, чем параметр Damage Over Time, периодический урон. И вот именно этот бонус к периодическому урону, Damage Over Time, мы и ищем на таких предметах, как Кольцо и Оружие, для того, чтобы немножко разогнать наш аддитивный урон. И, наконец, давайте рассмотрим самый дамажный из билдов Разбойницы в этом сезоне. Это сборка от Xario, Андериэль, Панкчер, Флурии. Здесь существует несколько вариаций, вы можете прощелкать, посмотреть, начиная от стартовой, где у нас только, по сути, Андериэль визаж из уберу уникальных предметов. Есть варианты, которые используют несколько уберу уникальных предметов. И нас больше всего интересует тот вариант, который Xario разработал для нанесения максимального урона по противнику. Тут он не использует навык Флурии, единственным триггером ядовитого урона является Панкчер. И на панели стоит безумное количество мультипликаторов урона. 15% за ловушку, 12% мультипликатора за насыщение тенью, 25% за гранату и 45% за колючки. Вот прям все сразу на панель мы выносим. В специализации берется Иннерсайт, внутреннее зрение, поскольку ультимейта у нас нет, откатывать нам нечего. Комбо-поинты нам тоже не нужны, поскольку максимальной скорости мы достигаем и без них. Обратив внимание на аспекты, мы можем видеть здесь тоже безумное внимание к деталям, к огромному количеству мультипликаторов. Используется Code Clip для трансформации всего урона в Холодный. Аспект Retribution, повышение урона по врагам сбитых с ног. Noxious Ice, повышение урона ядом по охлажденным врагам. Bursting Venoms для бесконечного насыщения ядом, однако насыщения ядом на панели нет. Нет, зачем в таком случае это нужно? Я так полагаю, что поскольку мы кидаем панкчеры, вот они панкчеры, и у нас есть аспект Pestilent Points, то все панкчеры по умолчанию считаются насыщенными ядом. Значит этот аспект стоит просто для производства ядовитых луж, которые дамажат врагов сами по себе. То есть игрок применяет не один предмет с фиксированным уроном, а фактически два. Используется аспект Ползучей Смерти, точно так же, как это было в сборке у Mipi, поскольку это мощный мультипликатор урона за эффекты контроля. И для того, чтобы эти эффекты контроля стабильнее наносились по толпе, и ваш урон стремительно рост, используется аспект Shared Misery, который распространяет все эффекты контроля на соседних противников, и за счет этого ваш урон по толпе безумно возрастает. Аспект Умбраус мы обязаны сейчас использовать в любом билде Разбойницы, чтобы применять завесу теней, не вынося ее на панели. Это освобождает нам кнопку, ценно. И, наконец, аспект Concussive Strikes стоит здесь для дополнительного эффекта контроля головокружения и дополнительного мультипликатора на 20% урона. Теперь рассмотрим древо умений. Не прокачивается навык Панкчер, поскольку весь урон наносится при помощи яда, а Панкчер для нас всего лишь триггер ядовитых повреждений. У колючек выбирается узел на заморозку врагов. Не прокачивается пассивка Мастерство Оружия в Эпподмастере. Она все еще забагована и не повышает урон от яда, поэтому на ядовитых билдах раскачивать ее смысла нет. Не раскачивается насыщение ядом. Оно нам не нужно, поскольку этот навык применяется автоматически. Игра считает, что каждая наша атака обладает насыщением ядом благодаря аспекту Pestilent Points, который стоит в билде, и тому, что мы атакуем врагов навыком Панкчер, применяющим этот аспект. В этой сборке Ксарио не считает нужным раскачивать пассивку Second Wind, которая дает барьеры. Но если вам будет не хватать выживаемости, вы можете на свой вкус достать очки, например, из пассивки, повышающей удачный удар, и вложить их сюда, чтобы поднять выживаемость вашего героя. Особое внимание стоит уделить ядовитым пассивкам Alchemical Advantage, которая может дать вплоть до 45% скорости атаки и удачного удара, если вы надыбаете ее на амулете и прокачаете. Deadly Venom, 9% увеличение урона от Андериэль Визажа. И Debilitating Toxins, которая на 15% уменьшит урон, который монстры наносят вам. Теперь давайте сравним сборки парагонов на всех этих билдах, посмотрим, что в них общего и чем же они отличаются. Итак, это сборка из последнего билда Xario. Здесь используется Gleeve Ambush. Он увеличивает на 10% урон. Control увеличение на 20%. Bane. Ядовитые эффекты с шансом 15% удваиваются. Fluidity. Увеличение урона мультипликативно на 10%. Канни. Увеличение нефизического урона на 10%. И Tracker. Продолжительность эффектов яда на 33% дольше. Из легендарных узлов у нас применяется Exploit Weakness. Это вплоть до 25% мультипликативного повышения урона. Eldritch Bounty. 20% увеличение урона, которые работают у нас благодаря тому, что навык Панкчер, который мы атакуем, ядовитый. И, соответственно, весь урон от яда повышается на 20%. Следующий узел это Chip Shot. За каждого врага с эффектами контроля 5% мультипликатора. И сразу 25% за босса в стагере. И, наконец, Deadly Ambush, который все еще забагован. Этот легендарный глиф повышает не только критический урон, но вообще любой урон. Поэтому тот факт, что наш билд не критует, не интересуется критическим шансом и крит уроном, не должен вас смущать. Нам действительно необходим этот легендарный узел. Он повысит наш урон, в том числе от Андриэль Визажа. Вот сборка парагона билда от Мепи. Дистанционный бараш. Отличие заключается в том, что здесь нет глифа, который отвечает за повышение урона по врагам, находящимся в ловушке. Называется он Ambush. Вот его здесь нет. Также по легендарным узлам есть отличие, поскольку у Ксарио не использует легендарный узел No Witnesses. У него нет ультимейта. И, соответственно, никакого проку от этого узла ему нет. В то же время у Мепи мультимейт присутствует на панели во всех сборках. У него прокачивается No Witnesses, мультипликатор, вплоть до 45% урона. И для этого нужно набирать аддитив урон ультимативными умениями. И поэтому он вставляет белые камни в оружие, урон ультимейтами, для того, чтобы разогнать этот узел. И, конечно, ему крайне желательно каждые 10 секунд прожимать свою ультимативную способность, для того, чтобы вообще этот мультипликатор урона можно было получить. И вот первая сборка, которую мы рассматривали на Heartseeker от Диоксида. Ее интересное отличие заключается в том, что у нас тут присутствует глиф-чип, который повышает урон, если вы повреждаете врагов физическим вредом. А надо отметить, что все три этих рассмотренных билда наносят не физический урон. Они наносят или урон холодом, или, соответственно, урон ядом. Каким же образом чип срабатывает в билде, где Heartseeker всегда насыщен холодом благодаря аспекту Cold Clip, и всегда наносит холодный урон? А дело в том, что здесь у Диоксида стоит закалочка Elemental Surge Physical, благодаря которой с определенным шансом физический урон наносится при каждой атаке. И вот именно этот Elemental Surge, всплеск, и запускает эффект данного глифа, чип. Поэтому если у вас не получилось сделать Elemental Surge именно на физический урон, то целесообразно использовать здесь другой глиф или вообще взять эту доску исключительно ради получения бонуса легендарного узла, не вставляя сюда глиф. Общей чертой всех трех билдов является использование легендарных узлов Chipshot, Deadly Ambush, Tricks of the Trade и Exploit Weakness, поскольку они совершенно ничего от вас не требуют, сочетаются с совершенно любым билдом и дают вам мультипликаторы урона. И также, поскольку билд с хардсикером использует ультимейт на панели, он тоже может ставить легендарный узел No Witnesses без свидетелей и, соответственно, вставлять белые камни во все оружие. Напоследок отмечу, что все эти билды предпочитают в качестве болванки использовать лук, поскольку у лука другие брейкпоинты на скорость атаки, более быстрые. Также кинжалы обладают большей скоростью, чем мечи. У них лучше брейкпоинты на скорость атаки, поэтому желательно выбирать кинжалы, а не мечи. Но разница между кинжалами и мечами по скорости довольно незначительна, поэтому если у вас будет стоять выбор использовать там плохой кинжал или хороший меч, выбирайте меч. Но в случае с арбалетами и луками стоит выбрать плохой лук вместо хорошего арбалета, поскольку их различия в скорости уже очень существенны. И только билд Ксарио, благодаря тому, что он не применяет никакие навыки, требующие арбалета, здесь вся анимация использует ножи, вот его можно собирать с арбалетом. А вот оба других билда, и хардсикер, и бараш, необходимо собирать только с луком. Если сравнивать эти билды в яме, то какой тир ямы пройдет? Я предполагаю, что Андериэль Рога с баражем пройдет вплоть до 150-го тира, вот сейчас вы видите прохождение 145-го. Андериэль Визаж Рога с миличными атаками может пройти чуть дальше, поскольку урона по боссам у нее почти в два раза больше. И разбойница на хардсикере тоже где-то до 150-й ямы совершенно точно способна дойти, поскольку ее потенциал урона по одиночной цели совершенно колоссален. Тот факт, что я рекламендовал вам эти три билда, не значит то, что больше у Роги никаких билдов нет. Вы можете играть на рапиде, вы можете играть на навыки флури без Андериэль Визажа с физическим уроном. Это тоже достаточно сильные билды, которые могут фармить восьмой тир орд. Но среди всех билдов, которые я просмотрел, я изучил практически все, что есть в интернете. Вот эти три, хардсикер, бараш и панкчер, либо флури с Андериэль Визажем, являются самыми мощными, поэтому моя задача дать вам рекомендацию относительно того, как использовать правильные способы играть, а вы уже дальше решаете, пользуетесь вы игровой метой или создаете что-то свое. В любом случае, я желаю вам всяческих успехов, увидимся в следующих видео и на стримах, конечно. Пока!